Все свои рождения, мы же нет. Кришна — это изначальный пуруша, или изначальный наслаждающийся. Мы же — Пракрити, или женское начало по отношению к Нему. Мы — это пракрити, или женское начало по отношению к Нему. Мы — это пракрити, но по отношению к материальной энергии, или к материальной природе Пракрити, мы все-таки выше энергии. Кришна также объясняет разницу между пара и апара Пракрити, Бхагавр Крити. Конечно же, мы выше, более высокая энергия Пракрити по отношению к материальной энергии, к материальной природе. Но, тем не менее, мы все-таки Пракрити, или женское начало в отношении к Сверховному Господу. Женское начало означает, что мы не наслаждающиеся, а призваны наслаждать Верховного Господа. И чтобы напоминать нам об этом, Господь непосредственно приходит в различных воплощениях. И так, Кришна приходит, чтобы восстановить принципы религии. Когда бы устои религии не рушились, Верховный Господь приходит Сам, чтобы восстановить их. Это одно из его деяний, ради которых он приходит в материальный мир. И так же, как он приходит восстановить нарушенные принципы религии. Он приходит, чтобы принести удовольствие своим предным, и так же стереть с лица земли демонических личностей, которые враждебно относятся к его служению. Так что, когда Верховный Господь приходит на землю, у него есть конкретная цель, с которой он приходит. И еще существует множество различных воплощений Господа. Но его форма Шри Кришны, которая еще называется Свайам Бхагаван, она отличается от всех остальных форм. Все остальные воплощения Господа называются аватарами. Но Верховный Господь Шри Кришна является не аватарой, он аватарий, или источник всех аватарий. Ordinary persons, who may be a little familiar with the name Krishna, think that he is the eighth incarnation of Vishnu. Другие личности, которые очень легковесно относятся к имени Кришны, считают его восьмым воплощением Vishnu. Но Вайшнавская философия не принимает то, что Кришна — это восьмое воплощение Vishnu. Rather, Lord Krishna himself is the origin of Vishnu. And it is Lord Krishna, who is the Swayam Bhagavan, the source of all of the different forms of Godhead. And this fact is confirmed by the writings of all the great acharyas. And we see that in Rupa Goswami's analysis, he describes the different qualities which are present within all the living entities. И в трудах Rupa Goswami приводится перечень качеств, которыми обладают живые существа. He lists 64 different qualities which are manifest in the form of Lord Krishna. В своем исследовании Rupa Goswami описывает 64 качества, которые проявлены в Shri Krishna. He explains that the Lord has unlimited qualities, but he has selected 64, as being particularly prominent. Rupa Goswami говорит, что существует бесконечное количество качеств Господа. Но среди них выделяется 64 наиболее основных. And then he goes on to explain that the living entity in their most perfect condition, such as Lord Brahma, they can possess in the maximum of 50 out of these 64 qualities. And then Lord Shiva, in his perfect state, he can possess a maximum of 55 out of the 64 qualities. Господь Шива может обладать максимум 55 качествами из 64. And Lord Vishnu, he possesses 60 out of the 64 qualities. So there are four qualities which are unique to Lord Krishna. Есть четыре особых качества, которые уникальны и принадлежат только Господу Кришне. Первое качество из этих четырех – это его удивительная форма, красивая форма, которая приносит наслаждение всем остальным. Второе качество – это игра на флейте, которая привлекает всех живых существ в творении. Третье качество – это его удивительные деяния, которые приносят наслаждение каждому. И четвертое – его особые близкие отношения с его возлюбленными предами. Таким образом, эти четыре уникальные качества присущи только Господу Кришне, и ими не обладает никакая другая аватара. Именно поэтому говорится, что Господь Кришна – это не просто какая-то аватара, это не просто одна из золота, а источник всех аватар. Господь Брама подтверждает о своей самой первой молитве, которая обращена к Господу Кришне, и это часть Брама. Он изначальный источник и причина всех причин. Это может на самом деле смутить человека, потому что если он источник всего, то как он может получать противень? Если вы посмотрите на этот плакат сзади, то там можно увидеть, как маленький Кришна находится на руках Матери Яшоды, она ввали. Однажды я распространял книги, и кто-то мне сказал, я знаю, что Кришна не может быть Богом, потому что Он дорождается. Так что обычным людей это сбивает с толку, как изначальный Господь может получать рождение. Но это деяние относится к категории удивительных деяний Верховного Господа, которые сбивают с толку любого. Вот поэтому Господь Кришна и говорит, если вы сможете понять трансцендентную природу Моего рождения и деяний, вы сможете выйти за пределы этого материального мира. Это значит, что когда мы оставим это тело, мы больше не получим нового. Вместо этого мы достигнем духовной обители или трансцендентного мира. В Духовном мире Господь Кришна имеет Свою трансцендентную обитель. Мы пригласили туда, и для того чтобы Господь Кришна уже появился в этом мире 5000 лет назад. И с этой целью Господь Кришна сам приходил на эту землю более 5000 лет назад. И Он пригласил каждого из нас получить прибежище у Него. Этот материальный мир очень опасное место. Но если мы примем прибежище у Ирховного Господа, известного под именем Мурари, или того, кто убил демона Муру, тогда мы очень легко сможем пересечь океан материального мира. Каждый из нас может стать чистым предом Господа Кришны. Нам достаточно только постоянно занимать себя слушанием и воспеванием. Поэтому, особенно на этот священный день Шикришна Джанмаштами, мы можем получить максимальное благо, если используем все возможности для того, чтобы занять себя в служении Кришне, воспеванием Его имен и поклонением. Этот праздник широко празднуется по всей Индии и является государственным праздником. И миллионы людей в честь этого события постятся полностью до полуночи. Для многих людей это является естественным и привычным каждый год на Джанмаштаме поститься до полуночи. И это приносит огромное наслаждение поклоняться Господу до полуночи и потом прервать пост. И поэтому во всех храмах Индии празднуется широко этот праздник, приглашаются в гости и царит Большое Ресение. Но мы не должны думать, что это праздник просто индийской религии. Напротив, это вечная религия или Санатан-Адгарм. Господь вечен, Его деяния проходят вечным. И мы должны хотеть извлечь благо, получить максимальное благо в этот день, усиливая победование Нему. Шрила Бхакти Винода Такур, has written in one of his songs, Мадхава Тити Бхакти Джанани Ятани Каланико. Simply by observing the holy days, such as Екадаси and Джанмаштами, then they become the mother of devotion for those devotees who take shelter. So we take shelter of these days by remembering the Lord, by hearing about Him and by chanting His glories. Поэтому мы получаем благо от этого дня, если усиливаем свое воспевание и прославление, или вознесение славы Верховному Господу. Not just fasting, but we have to also engage in the Lord's service here in Chan. Не просто сидеть и поститься, а усиливать свое служение через слушание и воспевание. Many people, they will come to the temple maybe only one day in the year, but they will come on that this particular day, Джанмашт. И многие люди, может быть, приходят в храм один раз в году, но это как раз тот самый день, Джанмашт. Because, you know, this is a very special day. This is the day which we really want to show our love and respect for Lord Кришна. Потому что они знают, что это особый день, в который можно прийти и выразить свое особое любовь и почтение Господу Кришне. Поэтому я уверен, что с течением времени, когда центр здесь будет полностью отстроен, то все больше и больше людей будут приходить сюда и на праздник. И все больше и больше людей будут слушать славу Верховного Господа и таким образом очищаться. Кришна находится в сердце каждого другого существа, просто каждому необходимо предоставить возможность слушать. Слушание – это основа, на которой построено наше сознание Кришны. We see in the seventh chapter Bhagavad Gita, first verse, Lord Krishna tells Arjuna, now hear from me, Arjuna. Если посмотреть первый стих седьмой главы Bhagavad Gita, то там Кришна говорит Arjuna, теперь же слушай Arjuna. Devotional service begins with hearing, and then from hearing, then chanting comes. Преданность служением начинается со слушания, и вслед за слушанием идет воспевание. И когда слушание и воспевание совершаются должным образом, тогда естественно приходит памятование. Памятование Кришны – это как раз то, что помогает избавить наш ум от всех материальных привязанностей. И чем больше мы воспеваем святое имя Кришны, тем легче становится памятовать Арна Кришны. Поэтому Господь Чайтанья устраивал пышные фестивали в этот день. И Шрила Прабхупад наставлял нас, что в этот день мы должны устраивать очень большие праздники. Таким образом, мы приглашаем всех депутатов. Пожалуйста, оставьте остальные программы. Многие другие депутаты будут выступать и представить драмы и разные спеицы в отношении к Глорифованию Кришну. Пожелаем всех предных. Пожалуйста, наслаждайтесь этим праздником. Смотрите, поскольку сегодня очень много пройдет праздничных номеров, спектакль, какие-то приятные слова, прославление Верховного Господа. Пожалуйста, простите, у нас ограничено время. Время, поэтому не будет времени для вопросов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...